Всем привет! Сегодня Али Кру вместе с вами снова отправляется на урок. Мы вновь пришли в книжный клуб Common Ground и здесь пройдет вторая встреча в рамках проекта «Уроки Армении». Напомню, что на первой встрече, вот на этой площадке, участники обсуждали книгу, которая так и называется «Уроки Армении». Сегодня тема совсем другая, я даже прочитаю, потому что это, на мой взгляд, даже сложно произнести. Спикеры поговорят о тех, кому предстоит чинить этот мир после нас, про молодых людей до 30 и их взгляды на мир. Ну, ничего себе заявочка, согласитесь? Саша, ну, судя по всему, первый урок удался, и он усвоен, и сегодня второй урок. Да, сегодня второй урок. Сегодня у нас в гостях Армен Дарбинян и Стас Жицкий, и мы будем с ними говорить про молодое поколение, про тех людей, которым придется разгребать вот это все, что мы здесь наворотили. Вот, и мы хотим понять, какие у них есть точки соприкосновения, как они вообще смотрят на мир, как они относятся к текущей ситуации в России, в Армении, в мире и так далее, и как они вообще думают со всем этим быть. И нам кажется, что это какие-то очень клевые люди, и от них зависит наше будущее, поэтому очень интересно понять, какие они. Ара, слушайте, ну, в прошлый раз на первом уроке Армении были своего рода чтения с обсуждением, а сегодня некий прям поворот, смена вектора. Почему такое решение? Ну, как бы это была заглавная встреча, и поскольку мы название уроки Армении взяли именно из книги, то да, первая встреча, она, конечно, думаю, будет отличаться от остальных. Но, например, вот сегодня я хочу вот беседу начать именно с этого вопроса, а что делать молодым людям, у которых в семье не было уроков Армении, да, или родители которых не имели, соответственно, никаких связей ни с Арменией, ни с Россией. То есть, условно говоря, если молодым людям, армянам и россиянам, надо с нуля начать эти отношения, как им быть? Я думаю, это не менее интересно, чем чтение книги. И думаю, что последующие встречи тоже будут как-то вот это начало задано именно книгой. Ну, мы, во всяком случае, с Сашей будем пытаться это как-то поддерживать. Главными спикерами сегодняшней встречи будут Стас Житский, это мигрант, дизайнер, архитектор, и Армен Дарбинян, профессор и академик. Армен, тема, кто такие молодые люди, какое будущее их ждет, если условно говорить. Но при этом, что Стас, что вы такие люди-то, в общем, совсем не молодые. По-моему, какая-то нестыковка, что скажете? Да, не, наоборот, мне кажется, что мы догоняем молодость сейчас как раз в таком состоянии. И мне приятен мой возраст, как и, впрочем, всегда он был. Потому что молодость – это не в летах, а в душе. То есть это состояние мироощущения, мировосприятия. И обязательно созидательный такой внутренний потенциал должен присутствовать. Потому что иначе человек умирает в любом возрасте, если нет этого чувства. Поэтому я думаю, что мы сегодня дадим жару молодым. Стас, смотрите, вы прежде всего, ну, если позволите такой термин, визуализатор все-таки. А тут разговор о будущем молодого поколения. Как так получилось, что вы в этом участвуете? – Слушайте, ну, во-первых, разговор даже не о будущем, а о неком комплексе. То есть о прошлом и настоящем, да, и прогнозы на будущее, которые, в общем-то, я не берусь строить. Потому что вообще мы с вами не знаем, что у нас случится завтра. Живем в ситуации полных неожиданностей. Вот. Ну, я имею некоторые отношения к молодежи, потому что я ее учу, да. То есть вот в том числе и этой визуализации, да. Поэтому, ну, я с ней волей-неволей, точнее, все-таки волей общаюсь, да. Вот она, наверное, поэтому я могу об этом поговорить. – То есть в том числе о неком своем опыте вы будете сегодня говорить? – Ну, я пока не знаю, куда нас заведет этот разговор, да. Я бы все-таки поговорил о некоторых своих впечатлениях от молодежи, скорее вот так вот, да. Ну, и о том вообще, есть ли и велика ли разница между молодежью и немолодежью, да. И где проходит граница, если она вообще проходит. Каким получится этот урок? Ну, давайте не будем гадать и не будем загадывать. Тем более, что мы все сейчас покажем, и вы все сами увидите. Тем более, можно принять участие в дискуссии. Раздел комментарии для этого всегда открыт. Конечно, делитесь ссылкой на это видео. Лайки также помогают продвижению информации. Ну, и подписывайтесь на наш канал. Это Алик.ру. Мы рассказываем об Армении, и не только об Армении, на русском языке. Баревдзес, добрый вечер. Мы начинаем нашу вторую встречу и серию уроки Армении. И сегодня мы будем говорить с Арменом Дарбиняном и Стасом Житским. И мы будем говорить о поколении молодых людей, которым предстоит разгребать весь этот ужас, который мы им оставляем. Мы захотим понять, какие они, кто они, как они вообще думают о текущем моменте, и как они вообще будут со всем этим справляться. Спасибо, что вы пришли. Мы начинаем. Ну, я тебя сразу перебил. Что же значит оставляем? Мы еще вроде не помирать, не забрались. Не, ну мы просто должны думать об этом тоже. Спасибо большое, что вы эту жару вы пронесли с дома. Это героизм, похоже на героизм. Но, говорят, сегодня не самый жаркий день, завтрашнего дня будет хуже. А те из вас, которые присутствовали на первой встрече, где, собственно говоря, мы не только положили начало этой серии, но и Александра Афанкина, но и сам читали отрывки из урока в Армении. И я думаю, что первый вопрос будет именно такой. Что делать с тем молодым армянам и россиянам, которых дома не было, их не в руки Армении, родители которых, возможно, не дружили, то есть, которым предстоит эти отношения начинать, если не с нуля, но не иметь какого-то рода экраунда, который обычно облегчает такого рода общение? Пожалуйста. То есть, с меня начнем, да? Я как раз когда сюда шел, о чем я думал? Я как человек, рожденный и получивший образование в СССР, я все-таки был гражданином такой, ну, многонациональной страны, да? И для меня армянская культура не сюрприз, не новость. Я, в общем-то, понимаю, из чего она состоит, немного знаю армянскую историю и так далее. То есть, ну, как бы, для меня эта культура, как и культура, в общем, большинства бывших советских республик, она в меня была вложена. То есть, ну, как бы, я не ощущаю никакого, скажем так, не ощущаю себя культура и чужаком, ну, разве что возникают какие-то сюрпризы, ну, совершенно таком, в бытовом, непредсказуемом плане, да? Ну, это совершенно нормально, да? Вот. Что касается современной молодежи, наверное, им, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, проще. Они, слава богу, не учились в советских школах и вряд ли не преподавали армянскую культуру, историю, литературу и так далее. Вот. Но, с другой стороны, у них навыки коммуникации значительно выше. И они гораздо проще, ну, как-то, что ли, консолидируются, сходятся, общаются. И, честно говоря, я не вижу никаких особенных проблем в общении армянских и русских молодых людей. Вижу, наоборот, какой-то взаимный интерес, потому что к каждому из них есть что сказать друг другу. Армен Расмидович. Ну, я тоже приветствую народ, собравшийся здесь. Ну, видимо, не было более интересных мест сегодня к посещению. Поэтому я вдвойне благодарен. Благодарен, конечно, этой площадке. Она интересная, уникальная, небывалая вообще в своем роде. Совершенно необычная. Ну, и Александр, и Ара сделали, наверное, мне кажется, первый шаг к тому, чтобы хоть какой-то диалог состоялся. Вот. Я не такой оптимист, как господин Жицкий. И не считаю, что нет проблем. Я считаю, что есть огромная проблема в общении, во взаимодействии, вообще в понимании друг друга, в гармоничном общении, в понимании красоты друг друга. Вообще, сегодняшние пропагандисты, ну, даже не в кавычках, а обычные, привычные нам по телевизору пропагандисты обращают внимание на наше сходство. Все приводит к какому-то общему знаменателю. Общая история, общность культуры, общность понимания, мировосприятия и так далее. Это все неинтересно. Нам нужно начинать любить друг друга в своей разности. Нам нужно понимать, что мы разные. Нам нужно любить эту разность, потому что, когда мы понимаем, ощущаем эту разность, уважаем, любим эту разность, мы становимся богаче, мы становимся шире, мы становимся глубже, мы становимся интереснее друг к другу. И мне кажется, что эту разность мы сегодня разучились понимать. я не согласен со стасом также и в том что он сказал к сожалению сегодняшняя молодежь не училась в советских школах я сказал слава богу и значит к счастью я сказал бы наоборот к сожалению потому что я продукт сам по себе продукт советского союза вообще мы уникальные люди александра в своем анонсе сегодняшней нашей встречи значит написала что мы будем говорить сегодня о молодежи которая будет жить и творить и разгребать после нас для появилось ощущение что мне совершенно безразлично что будет после нас это меня совершенно не интересует для интересует только то что будет при нас более того не просто там при нас при нашем каком-то вялом и совершенно инертном созерцательстве при нас и нашем активном воздействии и нашем доминирующем влиянии я бы даже сказал потому что мы от наверное все четверо плюс-минус являемся уникальными представителями значит некоего поколения которое уникально в мире понимаете вот я держатель двух паспортов двух совершенно разных стран разных паспорт по всем параметрам советский союз огромная империя я держатель паспорта советского союза понимаете и в этом смысле я империалист наоборот в россии в апреле тоже некоторые может быть даже большинство армяне считают что в общем советский союз это российская империя это про то что вот армения часть русского пространства я скажу наоборот я империалист наоборот я считаю что камчатка это часть моего пространства понимаете калининград каниxperk это часть моего пространства я в этом смысле империалист наоборот считая всю эту территорию своей, потому что я не могу отречься от своей биографии. Своей, я считаю, очень интересной биографии. Потому что быть гражданином двух совершенно разных стран, кому это еще дано было? Ну, может быть, гражданам Югославии, которая распалась, например. В этом смысле я считаю, что да, советские... Но там масштабы поменьше. Да нет, я честно говоря, вот стремлюсь всегда к тому, чтобы армянские масштабы расширялись. В том числе за счет вот такого имперского мышления наоборот. Но заканчивая просто тему про Советский Союз, я скажу, что образование, которое было в Советском Союзе... Вот я свой диплом Московского университета не променяю ни на какой Гарвард. Ни тогда, ни сейчас. Советское школьное образование, к нему еще надо стремиться и стремиться, чтобы достичь таких же высот. Это, конечно, не оттеняет никоим образом, не отменяет совершенно варварское истребление интеллектуалов в тридцатых годах. Сталинские репрессии, идеологическое давление. Это не отменяет абсолютно. но я бы хотел, чтобы наша Советская история, тем не менее, звучала бы в объективных данных. Если бы я попросила вас, каждого из вас, описать, какой сейчас молодой человек, что это за человек. Наверняка он гражданин мира, наверняка у него какие-то другие глобальные представления вообще в действительности. Как вы себе их представляете? Вопрос не очень предполагающий однозначный ответ, да, потому что это что значит современный молодой человек. Современный молодой человек, который, как ты говоришь, гражданин мира, это выпускник хорошего вуза столичного, что армянского, что российского, а то и заграничного. Вот. Значит, и совершенно он не имеет ничего общего с парнем в кирзовых сапогах из какой-нибудь Абаканского района живущего там, куда они добивают интернет и где толком не проложены дороги. Что? Ну, интернет добивает везде, но у него может просто не быть гаджеты, которые интернет ловят. Ну, предположим. Вот. нет такого портрета современного молодого человека. не может его быть. Я думаю, что тоже в том же каком-нибудь там горном армянском селе там парень или девушка будут сильно отличаться от иреванца, да? Вот. И мне сложно это сформулировать. Я, конечно, больше общаюсь не с ребятами в кирзовых сапогах, а все-таки вот с теми гражданами мира, да? И ну, этот человек, он тоже бывает совершенно разным, потому что, ну вот, если говорить, ну, если как бы создать ответ на очень широкий вопрос, если говорить, например, о тех русских, которых я вижу в Ереване, да? И эти молодые люди одни, вот, я за ними наблюдаю, они уже год живут в пятизвездочном отеле. то есть, вот, просто у меня рядом с вами мотель, я хожу мимо, просто я мимо этих людей, да? Это явно какие-то богатые айтишники, ну, то есть не богатые, а хорошо, очень хорошо зарабатывающие, да? Ну, кто-то из них уже релацировался куда-то там в более буржуазную страну еще, да? А некоторые, вот так они, вот тут и существуют, да? И тут же я вижу, ну, очевидно, очевидных русских ребят, которые на великах еду развозят, да? ну, будучи курьерами. И это тоже совершенно разные молодые люди, да? При том, что я не могу сказать, что они лучше, другие хуже, да? Ну, одни лучше устроились, другие устроились хуже, да? Это, ничего не говорит о них самих. Вот. Поэтому, вот, после такой долгой премьеры было, много скучно, нет этого портрета. Ну, вы знаете, я вообще всегда был противником этой теории граждан мира, как и противник теории сетевой нации, обычно, как о нас, армянах, говорят некоторые русские и еврееванцы, в том числе. Я противник этих теорий. Я считаю, что нужна обязательно привязка. Без этой национальной привязки к родной земле, теряется суть человеческая, теряется некое, такое самое существенное, мне кажется, содержание человеческого достоинства, которое является достоинством национально-государственным. В нашем случае, в армянском случае, это очень важно. Мне кажется, что отличие сегодняшних армян от сегодняшних русских, я имею ввиду молодежь, российских, скажу так, на самом деле, очень существенное в этом смысле. Во-первых, наверное, надо начать с того, что мы, как суверенное государство, для нас суверенность есть абсолютная ценность. Понимаете, для нашей молодежи суверенность есть абсолютная ценность. Но суверенность возникла армянская, последняя суверенность в 1991 году возникла в результате распада империи. Советский Союз, как империя, распалась. Значит, но империя есть российская ценность. То есть, империя, российская ценность, распалась. Возникла армянская ценность, суверенитет, но этот суверенитет, как российская ценность, до сих пор не воспринимается. И это совершенно, это совершенно нормально. Совершенно нормально. Я всегда удивляюсь потуком российских либералов, которые тащат Россию в Европу с стремлением стать такой рядовой европейской страной, малозаметной, тихой. Ну, русский или Россия никогда не будет тихой. Об этом надо забыть. Это невозможно просто по определению. То есть не может быть Россия тихой. Россия есть империя, и в этом я поддерживаю Ивана Ильина. Россия есть империя, и всегда будет империя. Она будет существовать только как империя, и никак иначе. И слава Богу, мне кажется. Потому что, ну, просто иначе, иное противоестественное. Поэтому вот первая разница в том, что для нашей молодежи суверенитет есть ценность. Более того, ценность, которая благодаря нашему карабахскому движению, первой войне, она как бы ценность, которую мы сами себе создали. То есть ощущение того, что мы добились национально-государственной независимости благодаря борьбе, войне, потому что мы сами ее достигли. Не потому что империя распалась, а потому что мы сами воевали и получили итог этой войны как национальную суверенность. Во-первых. Во-вторых, мне кажется, отличие сегодняшней армянской молодежи, то есть как следствие этого, как следствие того, что, например, знание языков. Абсолютно важный, мне кажется, императив для сегодняшнего мира, знание языков. Не гражданин мира, привязка к земле, но знание языков. Потому что знание языков – это самый, с моей точки зрения, изящный метод обретения личной свободы, изящный метод расширения пространства личной свободы. Больше языков, вот Сушаник сидит здесь, полиглот наш, больше 10 языков человек знает, и изучает новый. Вот, мне кажется, что стремление к познанию мира, к языкам у армянской молодежи гораздо больше. Это тоже естественно, потому что для империй, ну, не характерно знание других языков. Вы мало найдете рядового британца, который знает какой-то другой язык, или рядового француза, значит, с которым объясняться там, кроме как на французском, невозможно. Ну, я же не говорю о рядовом американце, да, то есть, ну, 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 не нужен им другой язык, не нужно это стремление, а надо быть. А надо быть, потому что новый мир, сегодняшний мир обязательно требует расширения вот этого пространства личной свободы. То есть не гражданин мира, а гражданин, который привязан к собственной земле, но свободен в познании мира. Это очень важно. И последнее, мне кажется, вот Стас говорил про айтишников. Это какой-то такой новый тип Homo sapiens, мне кажется, айтишники. Совершенно новый. Пока неопознанные какие-то люди. Неисследованные. Мне они лично в этом своем качестве не интересны. Потому что им все равно, где сидеть. У меня в подъезде живут две семьи, две пары айтишников. Им абсолютно все равно, где им жить, где им находиться в данный момент. Вот им нужен компьютер, им нужен интернет. Единственное, что мы там иногда встречаемся, они на своем балкончике, я на своем балкончике, там машем друг друга руками. Значит, приветствуем. Ну, значит, магазинчик там находится на, значит, ground floor. Спускаются иногда за хлебом. И все им все равно, где находиться. Понимаете? Нам, сегодняшним армянам, сегодняшней армянской молодежи, я себя отношу к их числу. Значит, вот меня, значит, Алик Медиа спросил перед нашим, нашим эфиром сегодняшним, значит, вот вроде как про молодежь, а вы как со Стасом уже не молодые. Значит, значит, вот я отношу себя к армянской молодежи. Я хочу от имени армянской молодежи сказать, что нам вот неинтересны такого айтишного типа молодежь. Потому что нам интересны привязки к собственной земле. Понимаете? Мы же тоже немножко евреи. Нам интересно не только, чтобы приятно общаться, нам нужно еще и, чтобы с пользой было. Понимаете? Общение должно быть еще и полезным. Вот. А эта полезность возникает только тогда, когда мы ощущаем вашу привязку к вашей земле. Если этой привязки нет, то теряется некий такой смысл. То есть граждане мира общаются о мире. Это мне неинтересно. Но мне интересно, чтобы настоящий армянин или армянка общалась бы с настоящим российским или россиянином, или российской девушкой. Вот это мне интересно. Потому что это носители разных культур. И взаимообогащение, переплетение происходит очень интересно в любых культурах. То есть были бы монголы, я бы тоже приветствовал. А раз вы согласились, как вы? Спасибо. Я на самом деле хотел бы уточнить, мне кажется, это важно. Вот первое различие, о котором вы упомянули, то есть вот империя и суверенития, да, если так сказать, это различие является препятствием для налаживания диалога и на бытовом уровне? Конечно, конечно, это препятствие. Потому что с имперским мышлением, значит, к имперскому мышлению нужно добавить еще потребность к познанию. Понимаете? Если имперскому мышлению не интересен какой-то там армянский взгляд, это можно понять. Вот можно понять, но диалог не состоится. Диалог состоится только тогда, когда к имперскому мышлению добавляется еще и потребность к познанию мира. К знанию языков, к культур, а не так так, к обогащению. Главная проблема империи в том, что они как бы не стремятся к этому обогащению, они считают, что они самодостаточны. Вот знание русского языка великого, могучего абсолютно достаточно для того, чтобы, в общем, завоевать мир. Может быть, в этом есть правда? Мне кажется, что большинство из тех молодых людей, которые приехали в Армяну за последние полтора года, не являются носителями вот этой имперской идеи. Ну вот вы говорите, да, я хочу еще добавить, что вы говорите про страсть к познанию и про такое некоторое любопытство к миру, которая как базовая должна быть настройка современная. Это связано с еще и информационной свободой, которая теперь нас окружает? Я думаю, что это огромное богатство современной молодежи, потому что если я отношусь с Валериевичем, мой старый добрый друг-друг, значит, вот мы в своей молодости, в московской студенческой жизни питались каким-то самиздатом, да, для того, чтобы получить какой-то альтернативный взгляд на вещи. То есть сегодня абсолютная открытость информации – это огромное благо для сегодняшней молодежи, это огромный прогресс, который за последние несколько десятилетий наступил. Мне кажется, что сегодняшняя молодежь, она просто в очень благостном состоянии, плюс еще потому, что мы еще есть, мы еще живы, мы еще способны на действо. И с нашим уникальным опытом двух стран, двух паспортов. Стас, а ты тоже считаешь, что информационная вот эта свобода, это благо и эта платформа, которая объединяет? Ну, это такая палка о двух концах, да, потому что на самом деле правильно совершенно вот вспомнился самиздат, да. Для того, чтобы этот самиздат употребить, да, нужно было его найти, нужно было обладать определенной степенью бесстрашия, да, потому что за его употребление могли возникнуть неприятности. В общем, для того, чтобы добыть какую-то информацию, приходилось, ну, как бы, обладать, прикладывать какие-то усилия и обладать определенной смелостью. Сейчас на то, что я, ну, как преподаватель, например, наблюдаю у современной молодежи, опять же, не хотелось бы всех стричь подобного ребенка, но в общем и целом, вот эта вот легкодоступность любой информации не очень стимулирует их трудиться, да, для того, чтобы эту информацию заложить внутри себя. Они почему-то питают иллюзию, что вот, ну, как только мне порадоваться, я это сейчас нагуглю, да. Это не всегда так, да, то есть это, конечно, колоссальнейшее удобство, но ты, в конце концов, можешь не знать, что тебе гуглить, если у тебя внутри ничего не бежит, да, вот. Запрос не сформулируешь даже. А вот багаж накапливается у них, ну, вот, как мне кажется, да, у них такие погреба помельче, что ли, да. Вот, опять же, не у всех, да. Собственно, ну, вообще мы сейчас вот пытаемся говорить каким-то обобщениями, а эти обобщения, я не уверен, что уместные. Вот мы говорим там про имперское мышление, например, да. Потому что сюда приехали люди, слабым совершенно мышлением, потому что они сюда приехали не обзывали воли, имя дороских россиян. Ну, естественно, что именно Армения, это был их выбор, но уехать из России, это выбор не их, да, не они его сделали. Ну, естественно, они могли бы и остаться, конечно, но мы видим, что происходит с теми, кто остался. Вот, поэтому это совершенно разные люди, которые оказались или здесь, или в любой другой стране за пределами России, по единственной причине они не хотят поддерживать войну тем или иным способом. И это могут быть абсолютно любые люди. Имперцы, граждане мира, тупые альтюшники, которым все равно где сидеть, люди с желтыми ящиками за спиной, да, неудавшиеся там музыканты, поэты, писатели и так далее. Это все абсолютно разные люди. Ну, здесь у меня, ну, то есть вот этих разных людей, мы армянские люди, которые, в общем, достаточно одинаковые в своей основе. Мы очень рады их всех принять именно потому, что мы ощущаем и мы понимаем, что они прибыли сюда за свободу, да. И, честно говоря, мне, как человеку, который имел какое-то отношение к государственному строительству в Армении, мне очень приятно это обстоятельство. Если бы мы вообще ничего не добились бы за эти 30 лет, а только добились бы того, чтобы к нам приезжали за свободой, я бы считал нашу миссию достаточно серьезно исполненную. Но, опять же, значит, нам приятно, но нам еще не полезно. Понимаете? То есть я ощущаю некую приятность в общении, в том, что вы здесь, и есть еще некое такое самолюбование тем, что вот мы построили страну, в которую приехали за свободой. Нам хочется ощущать еще и полезность вашего пребывания. Понимаете? Если бы вы убежали или там, извините, значит, по поводу невосприятия войны, ну, хорошо, но этого мало. Понимаете? Этого мало. Вот нам нужно, чтобы вы... Вы все равно не станете настоящими армянами никогда, потому что даже армянам это не удается. Вы все равно не станете одними из нас. Это очевидно совершенно. А вот станете ли вы теми разностями, которые нас обогащают, у меня большой вопрос. Я пока еще в этом не уверен. Вот все категории, которые вы перечислили, пока еще, меня лично, как представителя армянской молодежи, еще не обогатили. Вот я хочу, чтобы вы это знали. А вы можете сформулировать вот это отношение, как оно должно происходить, если оно не происходит? Вот мы с Александрой попытались это сделать в университете, которым я когда-то руководил. Мы сделали некий проект, значит, он был творческим. Я считаю, что творчество – это самая лучшая вообще среда, в которой может возникнуть некий такой совместный, сгенерироваться совместный интерес и получится совместный продукт. Я считаю, что вот это пространство нужно обязательно освоить, пространство совместного творчества. Каким-либо образом? Я не знаю. Найдите, значит, тех армянских олигархов русского происхождения, значит, которые будут в этом заинтересованы. Русских олигархов армянского происхождения. Кстати, Тимченко таком, вроде как. Значит, вот есть некоторые люди, которые в этом должны быть заинтересованы, значит, фактом своего происхождения. «Найдите», значит, я говорю, найдите, это и к себе тоже обращают задачу, да? То есть нужны фонды, которые спонсируют совместные творческие проекты. Только таким образом я вижу, как можно найти вот эту среду взаимообогащения. Стас, а ты как видишь вот эту платформу, на которой могло быть объединение? Ну, что-то я сегодня все неоднозначно, я такое говорю, вот. Потому что эта платформа может быть очень разной. Действительно здорово, когда есть какие-то фонды, да, действительно хорошо бы найти армяно-русских олигархов, которые, да, запашляли бы за это. Ну, прекрасно. Вот. Ну, могут быть совершенно разные виды взаимодействия, да? Но одним из видов взаимодействия, например, является Common Ground, где мы сидим, да? Вот. Он, собственно, для этого и открыт здесь, да? Для того, чтобы мы друг друга как-то питали и обогащали, да? Не знаю, в образовании это может быть. Бог даст, если мы там наберем людей. Вот мы сейчас откроем федерал школы дизайна в Брауле. Потрогу обогащать армянских студентов в рамках дисциплины арт-практики. Ну, вот тут куча совершенно разных вариантов, да, есть. И я бы как-то никакой вектор бы из этого не выбрал. Но давайте так вот прям кругом, пускай так все будет. Мне все-таки кажется, что тема войны, она очень важна и для армянских молодых людей, и для российских молодых людей. Потому что теперь есть в жизни обоих народов. И отношения к войне, вернее так, я бы сказала, что сам факт существования войны в их жизни... Да, отношения к войне-то у нас совсем разные. Да, но вот сам факт существования, мне кажется, это может быть тоже какой-то общностью или нет. Может, может, потому что это боль. Это боль в любом случае, да? Мы просто... Волны разные. Поэтому и отношение к ним другое. Но в любом случае, конечно, это трагедия, это больно, да. И это, ну, вероятно, это объединяет. Ну, знаете, война... В войне рознь, на самом деле. Когда ты ощущаешь свою причастность и привязанность к задачам национально-государственного масштаба, тогда война может быть одним из средств достижения, решения этих задач. И в Первую Карабахскую войну, и во Вторую Карабахскую войну, я уверен, и в Третью Карабахскую войну, у нас будет ощущение того, что мы воюем за свою собственную правду, справедливость, за свое собственное будущее. И в этом смысле она нам не чужда. Война нам не чужда. Плюс мы живем в пространстве очень сложном. И в географическом смысле, и в историческом смысле, и сегодня уже в социально-политическом смысле. Поэтому война, как бы, одна из составляющих нашего бытия, к сожалению. Мы должны к этому быть всегда готовы. Более того, мы готовы, должны быть, отстаивать свою правду. Я думаю, что это, на самом деле, неплохо. Более того, это то, что нам сегодня совершенно необходимо. Я не могу судить за огромную Россию, но, опять же, я оставляю за Россию право собственного выбора. Выбор имперский, с моей точки зрения, обоснован совершенно. Он понятен. Он, может быть, не принят в какой-то части русского общества, российского, но он совершенно понятен. И да, скорее всего, в России останутся те, кто будет поддерживать этот выбор. Это тоже естественно. То есть это тоже будет выбор в пользу возможной войны. Здесь наш выбор не в пользу войны. Здесь война, как средство, как среда, в которой мы живем. Потому что эта война никогда не заканчивалась столетиями на этой территории, на том участке, на котором мы привыкли знать армян и Армении. Поэтому война – это наша среда, нам надо быть всегда готовы. Ну, этим мы и отличаемся, да, потому что война – не наша среда. Война – это среда, если говорить про Россию, одного единственного безумца, который ее развязал. И в этом смысле я, конечно, армянам завидую, потому что они… им есть что защищать, эта война за правду, да. А мы, получается, волей-неволей относимся, пускай формально, но к тому народу, который является агрессором и войну развязал. И это совершенно как бы такие вот диаметрально противоположные позиции. Хорошо, а вот если вы станете настоящими армянами и когда-нибудь приобретете армянский паспорт, вы будете готовы воевать на нашей стороне? Безусловно, потому что если я приобрету армянский паспорт, то это будет осознанным решением. Да, россиянином я являюсь, ну, просто по факту рождения я это не выбирал, да. А Армения – это уже мой личный выбор. Конечно, я пойду воевать тогда, но насколько я смогу. А вот вообще вот эти и другие вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, они являются предметом обсуждения между родителями и детьми? Ну, детьми, более старшими, да, подростового возраста или там юношеского, если у вас есть собственный опыт, которым вы могли бы поделиться, потому что это, то есть мы сегодня говорим главным образом о взаимодействии и его отсутствии между молодыми людьми, но не менее важен, если диалог между поколениями, вне зависимости от национальной принадлежности. Ну, вот, если обо мне говорить, у меня трое детей, причем принципиально разных возрастов. Сейчас попробую вспомнить. Тридцать четыре, двадцать шесть и одиннадцать. Лет. Вот. И, конечно, это разные люди. То есть получилось вообще, можно сказать, что три поколения. Вот. И мы у нас с ними прекрасные, абсолютно дружеские отношения. Значит, большая часть детей здесь находится. Значит, средний сын в Грузии. То есть мы свалили всей семьей большой. Вот. И, конечно, мы про это говорим. Мы про это говорим, но, как бы так, грубо говоря, мы эту тему не обсасываем, да, потому что, ну, раз мы все здесь, то какие-то вещи для нас абсолютно очевидными являются, да, и нет смысла их проговаривать там сто первый раз. То есть, поскольку мы все уехали, никто никого не уговаривал и не заставлял, да, это было, ну, подучи, не считая младшего сына, потому что, ну, как бы, в 11 лет, к сожалению, не спросили, да. А так-то он остался бы, наверное. Вот, но... Если бы все здесь, точнее, ну, не все именно здесь, но все за пределами России, значит, мы являемся единомышленниками. Я думаю, что в армянской среде такой проблемы нет, потому что это наша земля, это наша страна, мы за нее в ответе. Я, будучи совершенно преуспевающим московским человеком, в 91-м году сделал осознанный выбор. После обретения независимости я понял, что служить независимой Армении и ее суверенитет, но личный толк. И вот этот долг, он... Он не имеет, как-то, временных ограничений. Вот, пока я живу, я этот долг буду исполнять. И, соответственно, этот долг от меня передается моим детям. То есть, я здесь не вижу какой-то... Даже какой-то проблемы, которую нужно обсуждать. Она не обсуждаема. Вот, я по долгу перед моей страной, я никогда не считаю, что эта страна мне должна. Наоборот, это мы должны построить страну, и мы в долгу перед самими собой, перед своим будущим, перед своими детьми. Такого разговора, даже такого диалога я даже не представляю. У меня это совершенно очевидная вещь, иммунно присутствующая в моем организме. Понимаете? Есть ли какие-то темы, на которые, как вам кажется, современные армянские и российские молодые люди не смогут договориться, не смогут друг друга услышать? Стас, ну, давай, я опять. Ну, опять все не так однозначно, да? Потому что какие люди не могут между собой договориться? Естественно, что не договорятся между собой, там, не знаю, армянские патриоты и российский ксенофоб. Ну, они договорятся, они, естественно, вот. И такие ксенофобы есть и среди молодых людей, есть и среди россиян, есть и такое отношение к выходцам из других стран. Мы регулярно наблюдаем, да? Конечно, они не договорятся. Если мы говорим про людей как бы одного, скажем так, этического и интеллектуального уровня, да, то, мне кажется, нет таких тем, потому что, ну, найдем мы какой-то консенсус, ну, как просто, да, это даже не молодежь касается, а абсолютно всех, да, но как-нибудь договоримся. Или смиримся с тем, что у оппонента есть там несколько отличающиеся от нас позиции, да, но он из-за этого не становится нашим врагом. Вот, поэтому мне, честно говоря, не приходят в голову никакие такие темы, которые вот одинаковых людей могли бы там разъединить или создавать конфликты между ними. Ну, я считаю, что сложнее найти темы, по которым возможно договориться сегодня, к сожалению, в условиях отсутствия вот этого взаимопромкновения и уважения к разности, понимания разности, уважения разности и любви по отношению к разности. Я думаю, что такого понимания уважения и любви мы должны еще достигнуть, поэтому, вот, опять же, диалоги должны состояться. Ну, вот, студенческая света – это прекрасная света, в которой возможны такие диалоги, да. Я думаю, что наращивается этот потенциал студенческих диалогов, раньше их было меньше, сейчас они, опять же, как бы в море, это не влияет на какое-то существенное обогащение взаимное, но вот какое-то движение в эту сторону нужно продемонстрировать. И потом, вот, есть, наверное, одна черта, которая схожая у армянских и любых других молодых людей – это все-таки должно быть выгодно, понимаете? Должно быть не пустой потерей времени, вот, вообще, должно быть выгодно. Если это не полезно, то лучше они будут общаться, например, не знаю, там, с португальской молодежью, с которой, может быть, найдут какой-то более, значит, какой-то интересный проект совместный, например, да. Поэтому вот проектное, значит, взаимодействие, творческое взаимодействие, студенческие обмены, например, да, там, поехали, там, месяц-два, я вспоминаю свои советские студенческие годы, нам повезло, значит, у нас была связь с Югославией, достаточно тесная Московская университета, и вот наша поездка в Югославию тогда, вот сегодня это Черногория, там был Белград, Цитоград, сегодня Подгорица, по-моему, да, Черногория, это было каким-то совершенно уникальным опытом общения, вот мы месяц оставались в Черногории, значит, ну просто я язык изучил этой страны, я влюбился в Черногорку, понимаете, в свои студенческие годы, то есть я этот народ до сих пор воспринимаю как совершенно родственное, прошло 40 лет, абсолютно родной мне народ, вот я был в Подгорице несколько лет назад, абсолютно родной мне народ, я начинал вспоминать свои какие-то там, значит, ну, любовную лексику, я хочу сказать, что это абсолютно необходимая вещь, неформальная какая-то там на 2-3 дня, там, поехали, приехали, вы обычно можете видеть на фестручных лентах какие-то отчеты о каких-то там, значит, практиках, речь идет о глубоком проникновении в культурные пласты друг друга, если это проникновение происходит в молодом возрасте, то это никуда не исчезает потом, вот этого проникновения с моей точки зрения сегодня нет, просто нет. Ну, значит, пришла пора влюбляться в армянок. Ну, это вам нужно постараться, я-то у меня армянок сейчас... Нет, для того, чтобы меня влюбились, наверное, мне нужно очень постараться, а я-то могу. Есть ли вопросы? Добрый вечер, меня зовут Элеонора, я студентка Славянского университета, Армен Размикович, коллега Арата Девосяна, спасибо за встречу. Армен Размикович сказал, что русские приехали в Армению за свободой, а у меня немного другая точка зрения. Мне кажется, русские приехали к нам за добротой. А как вы относитесь к этой точке зрения? Ну, общаясь с русскими, многие говорят, что они никогда не ожидали такого отношения к ним. Я сама жила в Москве, наполовину русская, знаю этот характер, это безразличие, холодность. Мне бы интересно было услышать вашу точку зрения. Ну, я никогда не чувствовал холод в российских местах. Поэтому у меня разнятся ощущения с вами, но я всегда чувствовал теплоту российских людей по отношению ко мне лично. Ну, видимо, я старался для этого, может быть. То, что россияне приехали сюда за добротой, ну, может быть, это, опять же, хорошо, приятно, но не полезно. На самом деле, добрый армянин – это не самый, значит, эффективный армянин, я вам хочу сказать. И наша вся история показывает, наоборот, что нам пора бы быть немножко позлее, и тогда мы были бы гораздо более эффективными. Опять же, не вспоминая Пушкина, да, значит, он же подчеркивал именно эту доброту армянскую, да, вот. Не буду сейчас цитировать Пушкина, но нам пора бы быть позлее, ну, врачом. И я думаю, что это движение уже сейчас постепенно наращивается. Не по отношению к приезжим, по отношению к собственной судьбе, понимаете, по отношению к собственному будущему, по отношению к собственному настоящему. Мы должны быть позлее, мы должны быть более требовательными к самим себе, понимаете. Только доброта и только свобода – этого совершенно недостаточно. Я хочу видеть счастливые армянские лица. Я их вижу мало. Я вижу скучные, грустные, иногда очень печальные. Был даже такой, мне кажется, не знаю, это правда или ложная, но я где-то читал. О том, что в словаре Таля, значит, армянин характеризовался как человек с красивыми, добрыми, но грустными глазами. Я не хочу эти грустные глаза. Я хочу глаза, как у Татавика. Они красивые, большие и веселые. Вот я хочу веселые глаза, понимаете. Поэтому нам нужно быть позлее по отношению к собственному настоящему, даже больше, чем будущему. Но я бы не сказал, что сюда мы как-то целенаправленно приехали за добротой. Уверен, что большинство людей про эту доброту не знало, собственно, ничего. То есть, конечно, это теперь совершенно общее место, да, общее впечатление практически всех россиян, которые здесь находятся, да. Да, думаю, не практически, а просто всех. Вот это удивление от гостеприимства, расположенности душевной, доброты, да, которым мы подвергаемся здесь. И подверглись изначально, и продолжаем подвергаться. Вот. Но это скорее было сюрпризом. То есть ехали не за этим. И на самом деле большинство, опять же, я не понимала, зачем еду, да, а ехали скорее от чего. Естественно, что были какие-то выборы, там, между разными странами. У каких-то людей этот выбор был осознанным, у каких-то интуитивным, у каких-то просто выбора не было, да. Поэтому, опять, я вот, буду сегодня зануды таким, да, но причины у всех очень разные, да. То есть, ну, нельзя сказать, что все приехали за чем-то одним, да, вот. То, что все здесь получили свою порцию счастья, это безусловно. Но не в общем, они за этим ехали, да, но слава богу, получили. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Как вы думаете, насколько готовы за это счастье что-нибудь отдать местному населению? Приехали. Я не просто приехал. Лучше в деньгах, лучше в деньгах. Да, да, запаски, все, значит, услуги, услуги за деньги, доброта за деньги, ресторан за деньги. Все, девчонки. И все? Ну, я думаю, что да, да, я думаю, что да. А, потому что да, 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 даже... Все подходит. Нет, просто говоря русский, да, русский народ. Это очень многое подразумно. То есть там ходят и дагестанцы, и чеченцы, и евреи. Ну да, мы говорим россияне сейчас даже, да, мы не говорим русский. Я не знаю ни одного дагестанца, который бы перекочевал в Армению, или чеченцы. Я не знаю. Если вы встречали... Не будем говорить о чеченцах, у них, они как раз нормальные, то есть там, как бы, соотношение доброты и злости, ну, мне кажется, что правильное соотношение у чеченцев, вот, и у дагестанцев ничего, поэтому, ну, там у них все нормально. Ну, вопрос-то был про то, насколько я понимаю, готовы ли мы что-то дать, да, вот, ну, конечно, мы готовы. Ну, опять же, говоря, мы, не могу сказать, за всех. Вот, если мы вспомним пресловутого айтишника из пятизвездочного отеля, я думаю, что или там вот вашего соседа, да, ну, ничего никому не должен, да, вот, и не дает. Сидит себе и бабло зарабатывает, вот. Да нет, ну, это мы условно айтишника называемый, конечно, мы не стружем всех под одногребом, как говоришь, что все айтишники сволочи, вот, нет, конечно, нет. Вот. Тоже эти россияне, они разные, но, мне кажется, в массе своей, собственно, готовность к интеграции в страну, она предполагает по умолчанию, естественно, готовность, что-то этой стране давать, да, а не только пользоваться ее благами, да. И будем, ну, по мере силы стараться, да, вот, я повторю, я собираюсь здесь преподавать, например, да, то есть, вот, ну, надеюсь, что буду полезен, да, потому что студенты, скорее всего, будут именно армянские, да. Это очень важный фрагмент интеллектуального донорства, да, вот приехали, в том числе, люди интеллектуального труда, которые очень нужны сегодня Армении, и, например, того проекта, о котором сказал Стас, создание новой специальности коммуникационного дизайна, например, в Армении, да, силами российских специалистов, того же Стаса, того же Гуровича. Пример тот, который мы с Александрой начали развивать, опять же, учитывая ее интеллектуальные возможности, способности, опыт, профессионализм. Вот, я думаю, что это очень даже немало, да, опять же, вот эта площадка, которую мы видим, это же совершенно новое культурное явление в нашей жизни, в жизни Еревана. Вот, иногда ереванцы проходят вот мимо этого забора и смотрят внутрь забора, как в зоопарке. Знаешь, сидишь, да, если, значит, вот так смотрят, как в зоопарке, это не должно быть зоопарком, это нормальная культура. Спасибо Карельскому, Маше и Грише, которые это все сумели организовать. Я считаю, что это вот элемент, фрагмент культуры, который нам, ереванцам, которые за забором смотрят сюда, вот, и сейчас прохожие смотрят, что за тут, это непонятно для них, понимаете. Смотрят, как в зоопарке смотрят там на, значит, разную дичь, которая за клеткой. Вот, я не хочу, чтобы это было так, и спасибо вам за то, что элемент этой культуры уже постепенно приживается здесь, в Ереване, и становится частью нашей жизни. Вот это прекрасно, да, пожалуйста. Сейчас еще там вопрос, давайте. И еще один вопрос. Какие вы видите риски для обеих сторон, ну, с учетом нашего металлитета, культуры и исторических различий? И я еще добавлю к этому вопросу. Вот был вопрос, что вы готовы дать, а вы скажите, что вы готовы взять. И как нам узнать, что вы хотите взять? А мы берем любой валютой, на самом деле. Нам, татарам, как говорится. Нет, ну тут, на самом деле, очень важный момент. Вот, не создать такого ощущения, что типа, вот мы приехали, мы сейчас вас всему тут научим, да, вот тут не надо, пожалуйста, да. Мы, мы, ну, те из нас, те из нас, которые являются разумной частью, да, вот, не, это как раз вот это самое имперское мышление, да, что, типа, вот приехали в маленькую страну, бывшую республику, и сейчас научим вас там жить. Ни в коем случае, конечно, нет. Как Армен правильно говорит, ну, как-то взаимообогащаться, то есть, ну, что-то потом давать, вы что-то будете брать, вы что-то нам дадите, мы возьмем. Вот. Ну, я не вижу здесь никакой особой опасности из разговоров с таксистами, а таксисты, как известно, да, они все знают лучше нас с вами. Вот. Значит, я замечаю, что есть, как бы, такие у армян геополитические опасения, что, вот, как бы, этих понаехавших россиян Путин не пришел защищать в Армении. Вот. Не знаю, насколько, я вообще не политик, не покейный жилет, вот, не знаю, насколько эта опасность хоть какие-то основания имеет под собой, но это какая-то геополитическая опасность. Что касается каких-то опасностей культурного плана, да нет, я их совершенно не вижу. Для меня главная опасность это армянский алфранит, который я безуспешно, ну, все-таки, надеюсь, выучил, вот, и армянский язык страшно сложный. Вот. Ну, я надеюсь, что, вот, обогащусь или поздно армянским языком. А будет ли для меня эта культурная опасность? Скорее всего, нет, я думаю. Нет, не вижу рисков. Какое-то обрусение тоже не является в культурном плане, да, для меня не является, там, в моем представлении является опасностью для армянского народа или, там, армянской интеллигенции. Потому что армянская интеллигенция все равно всегда была в какой-то степени обрусевшей, да, вот, ну, это нормально, сохраняя при этом свою национальную идентичность абсолютно. Вот. Так что, скорее, вот, мы осмелись причислить всякое, да, с вами послали эту интеллигенцию, российский интеллигенция будет обормяниваться. Ну, это не опасно для нас, я считаю. Ну, было два вопроса. Какие риски и что мы готовы взять? Я, опять же, от имени армянской молодежи скажу. С точки зрения армянской молодежи рисков никаких. Ну, просто никаких. Потому что наша привязка к родной земле и к, значит, к государству и к суверенитету настолько сильна, что нас просто не оборвешь. Мне кажется так. Потому что я общаюсь, я знаю, как думают, мыслят мои люди, да, я имею в виду армянская молодежь. Рисков никаких. А что мы готовы взять? Мы готовы взять ваш опыт, мы готовы взять ваши связи, ваши возможности, ваши знания людей. Вы знаете, их, то есть, сегмент людей, профессионалов, которых знаете вы, отличается от того сегмента, который знали и знаем мы. И вот соединение, объединение этих сегментов, мне кажется, будет нашим богатством. Да, мы хотим взять ваш опыт и ваши связи. То же самое, я говорю, например, армянам диаспоры. Значит, опять же, когда я когда-то отвечал за государство, я им говорил, мне не нужны ваши деньги. Мне нужен ваш опыт, мне нужны ваши связи, connections, мне нужен ваш маркетинг, потому что через вас я смогу продавать свой товар. Понимаете? Потому что вы знаете людей, вы знаете ритейльщиков. Я их не знаю, а вы знаете, вы с ними работаете уже десятки лет, сотни, может быть. Мне нужны ваши связи, мне нужны ваши возможности, ваши знания людей, объединение сегментов. Вот что мы готовы взять. Что вы только хотели, да? Я не знаю, почему вы, кстати, не излюбили, я не знаю, конечно, вам тоже это относится, айтишников. Но в любом случае, я бы хотел задать вопрос вот в ракурсе прогресса, в ближайшие 20 лет. Вот как вы видите Россию, Армению, Павел Владимирович, и вот взаимоотношения тогда, поскольку без айтишников и без того прогресса, который сейчас с семимильными шагами идет, то есть представить отношения молодых людей, это даже смешно. Разговор ни о чем у нас сегодня не получился, поскольку буквально через 5 лет мы будут такие изменения в мире, что говорить о людях, которые в советское время учились в школах. Все по-другому, мне кажется. Айтишник, знаешь, вот если общаются два айтишника, мне кажется, совершенно не важно, какой они националисты. Совершенно не важно. Поэтому вот это как раз разговор о гражданах мира. Я не думаю, что все-таки айтишники составят большинство, во всяком случае, большинство, определяющее национальное самосознание. Я так не думаю. То, что, ну да, мы должны, вот мы обычные граждане, не айтишники, мы, конечно, должны просто пользоваться их, значит, вот потенциалом. Мы просто должны... Ну, через 20 лет, кстати, они выберут, потому что их зашли на диспансционный интеллект. Я об этом телефоне ничего не понимаю. Я об этом, я не про них. Что же они натворят? Что мы будем делать? Ну, вот, смотри, натворили этот телефон. Его же не было, когда мы с тобой были студентами. Знаешь, когда я, когда меня назначили на первую армянскую должность, значит, самым большим моим, значит, отличием от рядовых армян был телефон, который в моей вот этой ГАЗ-24, значит, вот этот ручной телефон, который был в машине, понимаете? Сегодня мне это кажется дикостью, но я прожил это время, я знаю, что это такое. Я знаю, я в этом ничего не понимаю, но я пользуюсь. Вот я в айтишниках ничего не понимаю, но я пользуюсь, скорее всего, и блага. Ну и будем пользоваться, и нормально, значит, и слава богу, что они никогда не составят большинство. Так, вопрос-то был о прогнозе, насколько я понимаю, да, а прогноз в чем, то есть, бог с ними с айтишником, действительно, в отношениях России и Армении. Думаете, там, в феврале прошлого года я не мог себе представить, что вдруг случится то, что случилось. Строить прогноз на 20 лет тем более странно, да, то есть мы за неделю до начала войны не думали, что это случится, да, и какие прогнозы. Поэтому я совершенно не понимаю, что будет с Россией, распадется ли она на 150 маленьких княжеств, или его заболеет Украина, отойдет до Владивостока, или что-то еще случится такое, или там придет к власти военная хунта, и вокруг страны построит ботонный забор, и никого не будут впускать, и никого не будут выпускать. Совершенно не понимаю, что с этим будет, и, честно говоря, не хочу непрофессионально прогнозировать, да, не моя эта работа глядит в будущее. Я лучше буду планировать свою собственную, личную жизнь здесь, и тут мне как-то все гораздо более понятно. Будет там пашинян, не пашинян, да, наверное, все равно это не станет трагедией для страны, да, то есть не случится того, что случилось с Россией, да, постепенно мы пришли к тому, что, в общем, жизнь там кончилась. Не знаю, на какой отрезок времени. И что случится через неделю, я не знаю, да, и какие там 20 лет. Но, насколько я вижу по своим соотечественникам, которые здесь находятся, очень многие планируют оставаться здесь на неопределенный срок, то есть очень надолго, да. И, значит, будем, как бы, да, получать армянские паспорта, не дай бог воевать, но если придется, и будем вместе делать что-то хорошее для страны. У нас еще три вопроса. Ну, я должен тоже ответить на вопрос о будущем России и Армении. Мне кажется, что мало что изменится. Россия была и останется империей. Армения укрепит свой суверенитет, я в этом тоже уверен. Вопрос просто, какого типа империи это будет? Отношения армяно-российские будут абсолютно шоколадными. Я не вижу там никаких других развитий на самом деле. Все прогнозы, политические прогнозы, это одна из, как бы, составляющих моей профессиональной деятельности. Я, вы знаете, ну, читаешь некоторых армянских обозревателей, которые говорят, что вот Россия уходит из региона. Ну, я не вижу таких, каких-то признаков того, что Россия уходит. Я не вижу мотивов того, чтобы Россия ушла. Россия не будет уходить из региона. От этих иллюзий нужно освобождаться, мне кажется. Нам нужно укреплять собственный суверенитет. Нам не нужно думать о том, что Россия уходит и кто-то приходит. Более того, нельзя зазывать кого-то, значит, или призывать к уходу кого-то. Нам нужно укреплять собственный суверенитет, то, что нам нужно. А Россия, значит, была, есть и останется. Ну, да, останется в каком-то другом численном, значит, и качественном составе, возможно. Ну, это нормальный выбор. Давайте, сейчас еще вот тут, в одну, и потом вы. И потом мы все подпустим. Вопрос, скорее всего, у армянской стороны, такой конструктивный, да? Он будет касаться... А там что-то, да. О, слушай. ...касаться таких законодательных инвестиций со стороны армянского правительства. Вот я знаю, что, например, прошлого года был вынесен какой-то законопроект на обсуждение. Например, для иностранцев, которые имеют научную степень, у которых определенное количество публикаций, да, ну, это упрощено получение вида нажительства, да, и, соответственно, интеграции, да. То есть, если они что-то отдавали, то, я думаю, что должно быть что-то происходить на законодательном уровне встречнее, да, как, например, упрощение получения вида нажительства. И это тоже тот момент, из-за которого, ну, если как нехать, так и ему быть оттоплены. Вот, я хочу комментарий на это еще. Спасибо вам за вопрос. Я не знаю о такой проблеме. Во всяком случае, вот сейчас, на данный момент, значит, армянское правительство имеет программу вовлечения лучших ученых, ну, там, не обязательно из России, вообще лучших ученых, в преподавательскую и научную деятельность в стране. Вот этот грант сейчас существует, он вполне в рабочем состоянии. Люди обращаются, получают эти гранты, значит, соответственно, становятся либо руководителями, либо участниками каких-то научных коллективов. И я не думаю, что у них есть проблемы с получением вида нажительства. Я вообще не думаю, что есть какие-либо проблемы с получением вида нажительства для тех россиян, которые приехали, вне зависимости от того, чем они занимаются. А если вы интеллектуал, занимаетесь наукой или преподаванием, то вообще не должна быть проблема. Во всяком случае, я не знаю такой проблемы. Если она есть, давайте мы ее совместно решим. Комментарии? Давайте. Комментарии давайте. У меня есть небольшой комментарий. Меня зовут Марк Григорьев. Я должен вам сказать, что проблема получения вида нажительства не является проблемой россиян. Это всеобщая проблема. Вопрос получения вида... Значит, не может быть законодательства страны, где было бы сказано «россияне получают вид нажительства так, а все остальные сядут». Это то, что вот общее для всех иностранцев. И я не думаю, что, так сказать, в этом смысле есть какие-то проблемы, связанные с дискриминацией россиян. Здравствуйте. Давай следующий вопрос. СМИ, ты будешь задавать? Спасибо. Меня слышно? Да, да, слышно. Честно говоря, мне кажется, что если воспринимать происходящую категорию к империи колонии, мы не придем никогда ни к какой результат. Это несколько устаревшая категория 15 века. Я прошу прощения за периметру. Я бы говорила о том, что есть прекрасное исследование Вендикта Андерсена, которое написано в середине 20 века, который очень хорошо показал, что этническое самосознание и этничность – это персональный конструкт. Поэтому у многих, кто сюда приехал, из разных стран, кстати, не только из России, мы видим, что поток миграции немаленький и из Ирана, и из Ливана, и из Индии, они здесь конструируют свою новую идентичность. То же самое, как и армяне, которые приезжают в Россию. И я бы посмотрела на происходящее вот с этих позиций. Сейчас я не буду рассказывать, что писал Вендикта Андерсена, но это классическая работа по социологии. Я думаю, просто... Ну, ее точно надо продавать в какой-то магазине эту книжку. Вот. Поэтому, когда я слышу про укорененность корней, там еще что-то, у меня это очень большие абстракции, которые, конечно, формируют какие-то, ну, систему референции, да, у каждого человека. Но все-таки я поговорила о том, что человек мира, это не значит человек, которому наплевать на то место, где он родился, или еще что-то. Человек мира, это человек, который понимает, что есть какие-то базовые ценности самополагающие, которые одинаковые для России, для Армении. Есть универсальный язык, который придуман не русскими, не армянами, а который, в частности, нашел отражение в корпусе ключевых документов, которые, соответственно, являются в том числе обязательными для многих стран. И мы там можем все это прочитать. Это универсальный язык. Это вот такой был общий комментарий, извините, если чересчур прямолинейно. Второе, хочу сказать, что я здесь живу год, я уехала из России из соображений безопасности из-за того, что началась война. И я хочу сказать, что я здесь работаю, работаю легально, и я плачу налоги очень много. И я считаю, что это та польза, которую я приношу. На эти налоги армянские власти могут сделать все, что угодно. И мы видим по объему собранных налогов за прошлый год, по тому, как развивается Ереван, и не только Ереван, что эти деньги не разворовываются. Я родилась в Чмядзине, я ездила в Армению в год по несколько раз, и я вижу, как страна расправила плечи. Вот только сейчас, страна 30 лет войны. Я ездила в Горобаву в 20-м году, я видела, что там было, я документировала эти военные преступления, и я вижу, как страна постепенно расправляет плечи. Нам бы хотелось, мне, как человеку армянского происхождения, ну не только, а вот еще вот этого вот происхождения, которое везде пользуюсь, вот еще вот этого. Да, значит, я бы хотела, да, чтобы мы приносили пользу, но мы не можем вот просто прийти и сказать, смотрите, мы такие опытные, умные, давайте мы тут сейчас вам все-все поможем. Нет, нет, так никогда не будет. Мы очень аккуратно здесь живем, соблюдаем законы, платим налоги и надеемся, что мы можем быть полезны Армении. Абсолютно с вами согласен в том, что вы полезны именно тем, что работаете, работаете легально и платите налоги, да, это прекрасно, да. Вам больше ничего не надо от вас. Вам больше ничего не надо. Не, налоги тоже нормально, он просто сойдет, сойдет, сойдет. Еще вопрос? Здравствуйте. Тот самый, и те же. И вопрос касательно технологии, касательно молодежи и, по-моему, Станислав, о доступности информации. Я хотел бы послушать ваше мнение по поводу восприятия информации у молодежи, да и, в принципе, не только, учитывая рост потока информации. Ну, собственно, если вкратце, так я все про это уже и сказал, да, то есть, вот, я вижу определенного рода опасность в легкодоступности информации, поскольку человек не тратит много сил на получение информации любого рода, он эту информацию и не ценит. Как бы, то, что легко достается, то и ценится невысоко. От этого эта информация как бы не переосмысляется, не подиваривается, да, она вот по мере необходимости влетает и по мере отсутствия необходимости влетает. Соответственно, как бы, в бэграунде не остается ничего, никакой такой мыслительной, мыслительно-накопительной массы, да, вот, это я, конечно, тренирую, что ничего не остается, вот, есть опасность, да, то есть, для возникновения какой-то новой идеи в голове, да, голова должна быть чем-то заполнена, то есть, чтобы там, вот, происходили какие-то процессы с учетом накопленных знаний, гугл тебе не поможет сочинить гениальную мысль, гениальную идею произвести, потому что ты не сможешь ее нагуглить, она должна возникнуть у тебя в голове, а для того, чтобы она возникнет у тебя в голове, там должна быть благодатная почва, да, питательная, вот, а доступность информации, повторяю, ее обесценивают, она там не хранится в голове, вот, и, соответственно, питать идеи становится нечем, вот, я вижу в этом риски, да, и я просто, на самом деле, очень часто это по своим студентам вижу, то есть, они, у них есть способность мыслить, но не хватает почвы для возникновения мыслей, да, вот, и это ужасно обидно, то есть, у них вдруг обнаружится, что вот в этой области человек просто вот профанища, да, вот, он ничего вообще не знает, вот, про какой-то огромный кусок человеческих знаний, да, вот, он, вообще никогда не существовал, например, да, и, соответственно, значит, без этого куска человеческих знаний как бы, места для возникновения идей становится меньше у него, да, вот, если вкратце, то так. Спасибо, еще вопрос. Здравствуйте, меня зовут Баград, я хочу вернуть к началу нашей дискуссии и основной теме к урокам Армении. В свое время Андрей Критов очень интересный вот этот вопрос представил в своей книге, и это был такой очень свежий взгляд со стороны, который, в принципе, в этот момент для армянской интеллигенции был очень важен. И теперь вопрос, вот как к вам, который тоже сейчас здесь, и что для вас уроки Армении? Это вопрос к вам и вопрос к армянской части спикеров. И для вас уроки Армении уже в том ключе, вот, что вот сколько новых, свежих людей, мыслей и, в общем, возможностей с их приездом. Спасибо. Ну, я совершенно не буду оригинальным. Для меня главный урок Армении это человеческие взаимоотношения, да, это желание и готовность помочь. Я не буду перечислять примеры просто из личной практики, да, когда совершенно незнакомые люди оказывали помощь, у которых я даже не просил, Вот это теплота человеческих взаимоотношений абсолютно не характерные для России и это для меня очень важный такой урок, да, вот, я заметил, что, наверное, я тут урок немножечко выучил и стал что-ли более готовым помогать людям в гораздо большей степени, нежели это происходило с Армейтом в Москве или где-то еще в Европе. Наверное, вот, это главный урок. Для меня, наверное, главный урок Армении в том, что ты, может быть, нужен на новом месте, где ты не мог себя представить еще какое-то время назад, а оказывается, что ты, может быть, здесь нужен. Это очень приятный урок, я с удовольствием его выучила. Ну, я думаю, что главный урок Армении для нас, армян, это то, что мы не знаем собственной истории, что мы не выуживаем из этой истории то, что может пригодиться нам для будущего прогресса, и наоборот, сосредотачиваем свое внимание на тех уроках, которые, в общем-то, не нужны для прогресса, для движения вперед. мы не знаем историю, более того, эту историю мы много раз переиначивали, мы не знаем во всяком случае в своей наоборот, даже учебники истории, понимаете, даже вот нашей независимой истории, учебники истории производились опять же людьми, которые фокусировались не на том, на чем нужно сегодня фокусироваться для создания будущего страны. Поэтому главный урок Армении это изучение что ли армянские учебники вы имеете в виду? Да, 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 конечно. А Ратыш тоже? Я думаю, я о бруках Армении сегодня говорить не буду, я просто постараюсь подытожить нашу встречу. Я думаю, что разговор получился, я думаю, что может быть мы чуть дольше раскачивались, чем хотелось бы, но мне кажется, получился очень интересный разговор, и мне кажется, что да, соглашусь с нашими спикерами, что да, один из примеров и попыток взаимопроникновения, это именно и это пространство, и наши беседы, и в общем-то вот эта идея, когда у нас с тобой возникла, у Саши был термин диффузия, если я правильно помню, вот ее мы пытаемся создавать, понятно, что это не будет происходить одномоментно, это требует времени, усилий, но то, что этот процесс идет, это тоже однозначно, может быть он развивается не так быстро, как бы нам всем хотелось, но как бы дорогу осилит идущий, да, и спасибо большое спикерам, спасибо большое гостям, и наша следующая встреча состоится примерно через месяц, да, в сентябре, 12 сентября, тему и гостей мы дополнительно через соцсети объявили, спасибо большое, спасибо вам, спасибо, спасибо большое, спасибо, да, спасибо вам огромное, я очень рада, что вы так, спасибо, что пришли, приходите ищите, спасибо, 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 Продолжение следует...